11.05 в нашем городе. Это программа «Мужской понедельник». Добрый день всем, кто слушает нас на FM-частоте 101.0, либо в интернете. Трансляция онлайн доступна, напоминаю, на нашем официальном сайте eho.kirova.ru. Здравствуйте, уважаемые, дорогие господа, Николай Голиков и Владимир Сметанин. Чудное ощущение, согласитесь, Николай, от выходных. Солнечное, тепло, наконец-то, в мае показывает себя во всей красе. Мне и сегодня очень нравится, не меньше, чем выходные. Чертовски приятно. Смотрю, уже мужички в шортиках пошли. Спросил одного человека в шортах, не холодно. Он говорит, а лета-то, может, не будет? Когда же их еще надеть? Этого мужичка, наверное, сейчас нельзя упрекать в том, что он не в себе немножко. Потому что у нас, когда еще снег не сошел, обычно появляются единичные случаи. Нет-нет-нет, вполне себе нормальный молодой человек, вполне адекватный. Ну вот именно ответ такой, что сейчас пока тепло, надо ловить момент. Мы проезжали на автомобиле, в частности, рядом с Дворцом Пионеров. Там люди активно загорали. Да, видел. Ну я пока загорающих, честно говоря, не видел. Но, слушай, вот когда выходные так проводишь на сельском хозяйстве... А это в каком смысле? Припахали? Да, да как? Припахали, пришлось. И когда солнышко светит, то загар просто сам липнет. Да, вот сам прямо липнет и липнет, никуда от него не деться. Еще раз добрый день. Сегодня напоминаем понедельник, 14 мая. И о программе сегодняшнего разворота или мужского понедельника мы вам расскажем. У нас продолжается традиционная юридическая рубрика. Тему сегодня мы такую выбрали. У нас нормальную вполне тему, да. Честно говоря, мало что пока вот на данный момент я могу об этом сказать. Вразумительное. Но надеюсь, что наши гости после 19.05 нам все расскажут. Я скажу конкретно. Тема очень актуальная. Будем говорить про так называемую обналичку. Все, кто занимается бизнесом, прекрасно понимают, что это такое. Неважно, большим либо малым. Потому что, так сказать, сейчас это одна из самых больших проблем, с которой коллективным образом борется наше государство, так сказать, и в лице банков, и в лице налоговых служб. Есть легальные, есть незаконные способы обналички. Поэтому об этом мы сегодня поговорим. И за незаконные, по всей видимости, можно очень серьезно поплатиться. Ну, там уже дальше решают. Или несколько статей. Так что слушайте внимательно. Ну, в первую очередь, наверное, руководители всевозможных организаций, да, юридические лица. Будем разбираться. У нас в гостях будут представители прокуратуры Олег Бачков и адвокат московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Наталья Костина. Что касается нашей первой темы, то, ну, не знаю, в двух словах, подводя к ней, наверное, накипело, по крайней мере, у меня. Да, я думаю, не только у тебя. Я имею в виду людей, которые находятся в студии. А, ну, из нас двоих точно. У тебя это гораздо сильнее накипело, да. Я имею в виду автомобильную тематику, да. Регулярно мониторю соцсети, читаю высказывания жителей города в различных сообществах, в том числе в самом популярном по численности сообществе городском. Я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Вот там в последнее время три в основных темы, те темы, по поводу которых свой негатив высказывают кировчане. Ну, во-первых, это мусор во дворах, на улицах, свалки всевозможные. Вторая очень актуальная тема, очень ярко комментируемая, это, конечно же, отопительный сезон, который до последнего дня никак не мог завершиться официально. 11 мая, да, глава администрации Илья Шульгин подписал. В некоторых домах он еще продолжается, как ни странно. Да, ну, люди жалуются, десятки, сотни, тысячи, наверное, комментариев, когда уже это закончится. Парилка, отключите, пожалуйста, отопление. Помните, у нас был эфир не так давно. Ресурсники сказали, а что, мы подаем под нормативу претензии все к управляющим компаниям, они должны перекрывать эту теплую воду, чтобы батарея остынет. Тут видишь такая ситуация, отопительный сезон у меня в доме закончился, почему-то вместе с горячей водой. Вот уже 4 дня у меня ни отопления, ни горячей воды. И ты знаешь, в доме-то еще прохладно, он еще не согрелся. Так по ночам остывает. По ночам еще просто не успел прогреться. Солнышко-то, конечно, греет, но еще пока не так активно. Ну, а я один, пожалуй, из тех жалобщихов, которые на плюс 30 негодуют по поводу жалобия. Поэтому я как раз сейчас жалуюсь на то, что я практически всегда немножко такой остывший. Согреться негде. Ну, и третья тема, которой мы сегодня первую часть разворота, ну, может быть, не целиком, но большую часть ему посвятим, это цены. Внимание на бензин. Ну, прям там шквал, конечно, сообщений и возмущения по этому поводу. Ценники меняются чуть ли не каждый день. Я, честно признаться, заправляюсь не так часто, потому что машина мне требуется не каждый день, но, может быть, раз-два в неделю. Вот накануне я буквально заправлялся и для себя, знаете, отметил неприятный факт. Если в прошлом году 95-й бензин, стоимость литра 95-го, преодолела так называемую психологическую точку, психологическую планку в 40 рублей, ну, согласитесь, да, есть тут соображения такие, то 92-й, который я заправляюсь, он тоже подобрался к ценнику в 40 рублей. Ну, на некоторых заправках он уже давным-давно его преодолел, но вот буквально сегодня утром обзвонил самые наши популярные заправки, Лукоил, Движение и Маяк. Ну, вот посмотрите, что творится. На Лукоиле я дозвонился на заправку на перекрестке Щерса и Ульяновска, недалеко. 92-й, 39,85, 40 почти уже, да, 95-й, 42,5, и дистоплива почти 43 рубля за литр. Заправки движения. 92-й, 43 рубля, 95-й, 44, дистоплива 43. И Маяк 39,80, 92-й, 42, 95, 95-й почти 43 рубля, и 42,5-й, дистоплива. Много или мало, не знаю, не мне судить, конечно, но просто я хочу понять, почему цены на бензин за последние несколько недель выросли так резко, так стремительно, по моему оценкам, в среднем на полтора рубля. Я вспоминаю прогнозы всевозможных экспертов накануне президентских выборов 18 марта. Многие люди в один голос заявляли, что после президентских выборов ждите существенного роста цен. Я, честно говоря, тогда не очень этому верил, потому что там назывались цифры чуть ли не до 50 рублей, или 55, но... Сейчас уже, Володь, эксперты вполне серьезно говорят, что этим летом мы дойдем и до 50. До 50. Уже вполне серьезно говорят, потому что, во-первых, насколько я помню, да, ну я, опять же, как я не автомобилист, я просто читаю мнения экспертов, да, и, насколько я помню, по-прежнему годам, когда вот где-то в мае речь шла о топливе, мы всегда говорили, что летом движение вниз не бывает никогда, только вверх, потому что, ну, активно используют... Сельхоз, сезон и так далее. Спрос высокий, поэтому, соответственно, да. Кто-то зимой не ездит, выезжает в лето. Соответственно, когда спрос рождает предложение, чем выше спрос, тем дороже цена. Это, так сказать, закон экономики, его никто никогда не отменял, отменять не будет. И второй момент, который они отмечают, что если цена достигла какого-то там максимума, да, то потом она тоже обратно не дует, потому что максимум она замирает на этом ветке. И если там, предположим, где-то к осени какие-то все-таки там, ну, внешние факторы сработают или что-то еще, то вот до чего она летом добежит, на том мы зимовать и будем. Вот, поэтому я думаю, что психологическую отметку в 50 рублей ты в этом году застанешь. Да? Да. Ну, хорошо, я запомню этот прогноз. Вот, но причем тут надо сказать так, что ведь эта тема-то тревожит автомобилистов, потому что она в первую очередь тревожит автомобилистов. Ну, обычно... Потому что ты выкладываешь из кармана собственные кровные. А если дальше думать, то это, конечно, тянет за собой все. Буквально через месяц мы увидим это уже все. Даже те, которые не ездим на автомобилях, да мы за это будем тоже платить в магазинах. Уважаемые слушатели, 211-101, знаем прекрасно, что автомобилисты нас активно слушают. Давайте вместе разбираться, что у нас все-таки с ценами-то на бензин происходит. 211-101. Ваше мнение? И до какой степени вы можете терпеть это все? И до какой, собственно, конкретной цены вы будете заправляться, как и прежде? То есть, да, в литрах, литраж. Или начнете как-то себя уже ограничивать в поездках, использовании автомобиля. Давайте разберемся. Надо сказать, что у нас на связи скоро будет один из специалистов, Сергей Киселев, президент компании «Движение нефтепродукт». Из цифр, озвученных ранее, вы уже поняли, что на АЗС «Движение нефтепродукт» цены самые высокие. Этот вопрос я хочу Сергею Николаевичу тоже задать. Почему можно найти дешевле? И буквально накануне, надо сказать, собирала пресс-конференцию регионального управления Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Кировской области. И вот что сказала Марина Никонова, руководитель управления УФАС. С начала года, к маю этого года, стоимость бензина 92-го у нас в области выросла на 3%. Согласно данным Росстата, там все-таки процент поменьше. 2%. Это в полтора раза больше, чем в среднем по Приволжскому и Федеральному округу. И в два раза больше, чем по России. Такая же ситуация с 95-м бензином. Только дизельное топливо в нашем регионе отстает по темпам роста. И в конце, вернее, в начале мая появились данные Росстата по концу апреля. И что же там можно найти? Ну, прям вот, знаете, негодование охватывает. Наш город и наш регион в списке 14 регионов Приволжского федерального округа занимает первое место по стоимости 92-го бензина. На конец апреля он стоил у нас 39 рублей 48 копеек. Это в среднем. Первое место мы в ПФО занимаем по стоимости в среднем литра 95-го бензина 42 с небольшим рубля. А вот что касается дизельного топлива, впереди нас только Пермь. Вот за что нам такое счастье? Ну, во-первых, Владимир, это такая картинка у нас не только в апреле наблюдается. Я слезу, они каждую неделю же печатают мониторинг, Росстат печатает мониторинг цены на нефтепродукты. Кировская область никогда из тройки лидеров не выползает вот по тем позициям, которые... Уже долгое время, да? Да, очень долгое время, это практически уже много лет. Это практически уже много лет. Иногда там третье место, бывает и четвертое, но в принципе всегда в лидерах, да? Вот почему это, это вопрос, наверное, не ко мне и не к тебе, да? То есть есть люди, которые могут сказать, чем наша область такую заслужила вещь, тем более, что как бы нефтяными регионами мы окружены со всех сторон, и вроде бы говорить о том, что к нам как-то это далеко поставлять, да, это было бы как-то не совсем правильно, потому что есть регионы, где гораздо дальше плечо транспортное. Не знаю, с чем это связано, может, мы просто считаемся такими богатыми, что можно у нас... Ну, хорошо, да, на территории нашего региона не добывается черное золото. На территории нашего региона... Вообще-то оно добывается. Добывается? Вообще-то добывается, да. Не официально как-то? Почему? Вполне себе официально. Я прочитал информацию, вот, к сожалению, я не готов был немножко назвать точное название. Это где-то на границе с Удмуртией? Да, 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 да. И в Удмуртии действует контора такая вполне серьезная. Мало того, она еще там у них активный спонсор, я почему знаю, она активный спонсор, там она у них помогает в строительстве стадиона, что-то еще. А, но денежки вводятся, она готова отстегивать вещи. Да, они добывают нефть в Удмуртии и в Кировской области. Вот. У них такая территория добычи не в Удмуртии, а в Кировской области. Не очень крупная компания на фоне наших нефтейных гигантов, но суть по тому, какие деньги она вваливает в развитие удмуртского спорта, видимо, наша нефть, она имеет определенные цены. Сейчас у нас будет небольшая пауза 211-101, номер нашего телефона. Давайте разберемся, потому что информация очень много поступает, и вот на самом деле каша в голове. Нам объясняют постоянно, и в том числе ФАС есть, что растут мировые цены на нефть, сокращается запас бензина внутри страны, это вызывает определенный дефицит, растут, понятно, акцизы, тот же самый сезонный спрос. Но вот что конкретно-то можно вычленить в этом во всем? Почему я должен платить больше? Каждую неделю уже, каждый день. Насчет нефтяных цен мировых мне интересно. Дело в том, что еще лет пять назад они были гораздо выше, чем сейчас. А бензин стоил дешевле. До 2014 года. Ну да, а бензин стоил дешевле. Золотые времена. Вот это вот несоотнесение вот этой риторики, мне как-то непонятно. Сейчас, в принципе, нефть не на максимуме, а бензин все преодолевает. Это же давно фишка-то у нас в стране существует. Бензин, вернее, мировые цены на нефть растут, стоимость бензина растет, они падают, бензин все равно дорожает. А бензин все равно дорожает. Либо там стагнация какая-то на мировых рынках, а мы то же самое. Бензин все равно дорожает, вне зависимости от чего-либо. Ладно, давайте перерыв сделаем, по регламенту нам положено, скоро вернемся. Что же творится с ценами до бензина в нашем городе? Не припомню такого, чтобы ценники повышались так регулярно. Почему так происходит? Сейчас пытаемся связаться с Сергеем Киселевым, президентом компании движения «Нефтепродукт». Полтора часа назад есть Сергей Николаевич, предварительный звонок делал, выяснил, что он сейчас находится в столице. Выражал готовность с нами пообщаться, рассказать нам, нашим слушателям о том, что происходит, ну и хотелось бы какими-то простыми вопросами оперировать, что же происходит-то на самом деле. Сергей Николаевич, вы с нами? Да, с вами. Да, добрый день. Добрый день, спасибо, что вышли на связь. Давайте просто максимально понятно, что творится с ценами на автомобильное топливо в данный момент. Растут. 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 Максимально понятно. Растут. Спасибо. Почему, Сергей Николаевич, и почему так активно именно сейчас? Ну, это все взаимосвязано. То есть, растут цены на нефть, растут экспортные перипетки. Нефтиные компании хотят доработать больше денег, да и стране это тоже выгодно. Вот из-за роста цен на нефть Российская Федерация привлекла за первый квартал только плюс 28 миллиардов долларов. Это из-за того, что экспорт увеличился, да? Конечно, экспорт увеличился, экспорт импоритет увеличился и выросли внутренние цены оптовые. Вот на сегодня мы закупаем 92-й бензин уже по 57 тысяч тонна. 57 тысяч рублей за тонну, да? Это где-то 42,75 за литр. 42,75? Да. Это 92-й. Посчитайте, отсюда мы должны продавать как минимум 48-49, а лучше 50 рублей за литр. А продаете на сегодняшний день, вот я уточнял пару часов назад, за 43 рубля почти? Ну, пока 43, да. В пятницу сделаем 45, потом 48 уже, наверное. Это вы сейчас на полном серьезе? Конечно, конечно. Я в шоке. Я в шоке, поэтому уехал в Москву посмотреть, что творится. А на самом деле прогноз очень такой возвращающий. Нефть к концу года некоторые компании прогнозируют до 100 долларов за баррель, потому что есть проблемы в Иране, есть проблемы в Венесуэле. Они могут через санкции сократить поставку нефти на мировой рынок. И поэтому вот так как есть. А вот это увеличение акцизов, которое произошло с 1 января 2017, это мелочь. Я вам скажу, что только с 24 апреля по 11 мая цена биржевая на 90-й бензин поднялась на 17%, буквально там с 46 тысяч тонн до 55. Почему поднялась? Из-за нефти. Из-за нефти. Из-за нефти. Нефть автоматически тянет за собой собственный бензин. Сергей Николаевич, мы тут говорили, что прогнозы такие, что этим летом 50 будет. Как вы считаете, это заниженный прогноз или завышенный? Это нормально для компаний нефтиных, вертикально интегрированных. И это такие большие виллы в спину независимым. Потому что мы обязаны поднять цену сразу же, потому что продавая лист топлива, мы должны купить на эти деньги лист топлива. А компании нефтиные, они подтянутся, думаю, что к новому году будут по 30-60 копеек в неделю поднимать. Но к этим ценам все равно придется. Потому что розница должна тоже зарабатывать. Итак, давайте еще раз повторимся. Акцизы, вы сказали, это пустяки. Ну не пустяки, но не самая большая причина. То есть основной фактор, по вашей оценке, это удорожение нефти. Отсюда рост биржевых цен оптовых, ну и естественно и розницы. А вот Сергей Николаевич, у нас тут такой, ну мы же не специалисты, такой разговор был. Смотрите, буквально еще до 2014 года нефть же была дороже, а бензин-то был дешевле. Это вот глупая у нас такая мысль? Или как-то это вот можно объяснить? Нет, смотрите, до не 2014 года, а до 2008 года. До 2008 года нефть доходила до 120 долларов за баррель. Но там государство регулировало, чем выше нефть, тем выше пошлины. А сейчас это регулирование есть? Я думаю, что 1 июня пошлины поднимутся, и экспортный прийти станет привлекательной, и цены могут стоять. Ну посмотрим. Если пошлины поднимут, то компаниям станет выгоднее продавать внутри страны, да? Да. То есть есть надежда, что какой-то все-таки тормоз будет? Ну, мы молимся Богу, чтобы это было. Иначе нам можно закрываться всем независимым. А это 50% сбытов по России. То есть автолюбителям тоже надо Богу молиться сейчас, да, чтобы это произошло? Ну да, или наезд, но здравый смысл правительства. Здравый смысл правительства. Слушайте, я активно, конечно, читаю материалы по этой теме, в том числе федеральная антимонопольная служба и в начале зимой года, и весной уже года активно обращалась к нефтяникам, к нефтяным компаниям с рекомендацией не торговать так активно бензином на сторону, за рубеж, да, и наращивать все-таки запасы внутри страны, чтобы не было дефицита. Насколько доверять этой информации? Нефтяники могут это послушать и все, отмахнуться от этого? Нет, нефтяники ничего не нарушают. То есть сколько положено внутри страны продавать, они продают. А формула ценообразования согласована еще, я не знаю, где-то 15 назад, наверное. То, что мы должны брать экспортный прият, экспортный прият, откладывать на завод, какой получится, и оттуда уже интегрировать на ССБ-3. Ну, то есть понятно, понятно. То есть от рекомендаций у ФАСа в данном случае ничего не зависит, потому что формула существует давно. Это чисто человеческое. Вы мне можете брать? Сергей Николаевич, давай... Так мы вот вам как раз рекомендаем, Сергей Николаевич. А потом у меня убытки-то 8 влево покрывать. Все понятно. Скажите, пожалуйста, ну не знаю, насколько корректен вопрос в связи с этим подражанием на ЗС-движение и спрос на бензин, дистопливо, что с ним? Он растет, падает, он на одном уровне держится? Конечно будет падать. А вот сейчас... А вы можете пояснить, почему там дешевле? Он пояснил уже. Да, я уже пояснил. Потому что они все равно к этому придут, но придут через 33 месяца. У них есть возможность повышать постепенно. У них держать какое-то время. Да, у них есть такая возможность. Период некий вот такой. Они спокойненько по 30 копеек там два раза в неделю повышают. Сколько нужно недель, чтобы подойти к этой сумме? И все-таки четко хотелось бы услышать, что касается ЗС-движения, что со спросом сейчас? Больше, меньше? Спрос падает. Спрос падает, да? А, Сергей Николаевич, еще вопрос, который тоже обсуждали по статистике. У Кирова, думаю, растет. Обсуждали по статистике. А почему вот в Кировской области средние цены на бензин, на дистопливо всегда выше, чем у соседей? Почему такая картина? Это с чем связано? В Комне выше. В Комне выше. У кого у соседей конкретно? Ну, по Приволжскому федеральному округу. Вот сейчас мы смотрели как раз статистику. Ну, смотрите, да, смотрю цены на Киров, да, ну, 92-й, 39-48, да. Пенза. 39-85 уже. Это я на конец апреля, да, смотрю, более актуальные не нашел. Ну, вот Пенза 38, например, в Пензе 38. 38-й, Южкорла, чуть побольше. Уфа 38-25. Нет, ну, по статистике. Смотрите, есть регионы производства бензина. Да, допустим. Вот, если братья Уфа, там есть два завода. Производят, и у них логистической затраты практически нет. Но у них же королевские производят бензин. На заправке. Это как минимум рубль два тонны. У нас даже, если пермский завод у нас, да, чтобы привезти сюда, ну, нужно 2 рубля и сродить на литре. То есть плюсом это, да, идет стоимость бензина, транспортные затраты. Ну, что? 1 июля 2018-го, как известно, очередное повышение акцизов будет. И сейчас, вот насколько это отразится на стоимости конечной? Никак. Никак не отразится? 50 копеек с литра, да, никак. Ну, 50 копеек. При заправке полного бака это уже сумма-то набегает. Нет, ну, если нас вынуждать поднимать цену на 7 рублей с литра, что такое 50 копеек? — Еще, Сергей Николаевич, последний вопрос, он такой сторонний, сейчас активно, ну, не сейчас, а последние месяцы или последние несколько лет обсуждается тема расширения ассортимента продаваемых товаров на АЗС за счет слабоалкогольной продукции. Я знаю, что Минпромторг, Минфин уже склоняются к этому. То есть заправщики борются за привлечение большей выручки, торговать одним бензином, они говорят, невыгодно стало, дайте нам возможность торговать тем же пивом, простите. — Вот вы видите выход именно в этом, в плане повышения прибыли АЗС? — Ну, да, да. — Согласна, Сергей? — Весь западный мир, в принципе, живет на торговле с опыта товаров с АЗС. Ну, там немножко другая ситуация, там и супермаркеты не работают после 6-8 месяцев, выходные вообще не работают, поэтому где можно отоварить, только на АЗС. — А, ну, заправки... — У нас немножко картина другая. — Да, заправки, голосу, заправки. — Ну, какое-то движение будет. — Итак, давайте четко ваш прогноз. — Дойдем до 50 рублей за литр в этом году? — Может быть, нет, но на следующий, наверное, будет. — Я это без радости говорю, конечно. — Я тоже без радости. — Но хочется все-таки знать, что нас ждет впереди. В общем, вы считаете такой сценарий вполне себе сбыточным? — Ну, я просто беру 2008 год, я точно помню. Конец 2008 года 90-й бензин стоил 19,50 за литр. — Да, я помню прекрасно, да. — Помните, да? Ну, вот сколько прошло? — Ну, в два раза с лишним. — Если нет? — Да, в два раза с лишним. — Ну, больше уже. Два и три. — Ну да. — Спасибо. — Спасибо. — А что мы все это переживали, я думаю, что это тоже переживем. — Дело времени. — Спасибо. Сергей Киселев, президент компании «Движение нефтепродукт», был с нами на связи. Ну что, какой-то горький печальный вывод следует из всего этого. — Ну, кстати, вспомни, Володь, ты же следишь за сайтом «Автостат», да? Вот они проводили опрос буквально где-то месяц назад. Вот по прошлому году, когда все там удорожало, все как, изменилось ли ваше пользование автомобилем, стали ли вы там реже? — А у меня есть данные на феврале 2017 года. — Есть уже, да? — Есть, есть. — Вот. И там, я так понял, что 75% в принципе ничего не изменили в своем поведении автомобильном. Просто стали платить больше. — 75% было, по-моему, процентов. — У меня немножко другие данные. Провело опрос, 22 тысячи автомобилистов поучаствовали. Их спросили, если 92-й подорожает до 50 рублей за литр, как ваше поведение? — Это другое немножко вопрос. — А, вот, да. Как изменится ваше поведение? Почти 42% опрошенных сказали, что если будет 50 рублей, буду заправляться, как заправлялся. 21,5% респондентов сказали, что сократят немножечко либо количество поездок, либо дальность. Я не знаю, не доехали три квартала до работы, дальше пошли, пешком пошли, да. — 14,5% готовы реже садиться за руль собственного автомобиля для поездок по работе. — Иногда пешочкой. — То есть не доезжая три квартала, а вообще пешком. — Там еще были такие варианты, как перейду на ГБО, газобаллонное оборудование, на газе. Хотя он тоже, не сказал бы уже сейчас, дешевый настолько. Готовы пересесть на общественный транспорт. Это почти каждый десятый автомобилист. И был еще вариант ответа, куплю велосипед. — Отлично. — Нет, там просто было просто тогда связано не только с бензином, вообще с подорожанием запчастей там, ну всего. То есть как бы за год все подорожало, обслуживание автомобилей. Вот как изменилось ваше поведение. И там, ну, в принципе, при примере то же самое. То есть где-то порядка 40% сказали, что вообще ничего. — Если брать за расходы на мойку, на ремонт. — Какое-то количество сказали, что почти не изменилось. То есть порядка 70% как ездили, так и продолжали ездить в 2017 году. — Мы можем вопрос такой задать нашим слушателям. 211-101. Вот, пожалуйста, только что пообщались. То есть 50 рублей, 92-й, вот скоро. Как изменится это? — Я так понял, что на движении 47 рублей вполне возможно уже на следующей неделе появится. — Я только не понял, Сергей Николаевич, пошутил все-таки или не пошутил? — Что-то, по-моему, не до шуток было. — 43 в конце недели и 47 уже на следующей. — 47 уже на следующей, да. Так что до 50 совсем недалеко. — Ой, что ж такое происходит-то. 211-101. Мы открыто для вас. Ждем звонков. Сейчас реклама. — Я сейчас, Николай, в связи с обсуждаемой темой пришла в голову мысль. У нас наклевывается новый вид туризма, наверное, бензиновый туризм, когда мы будем в соседние регионы выезжать. — Ну, в какой-то момент это станет выгодно. — Раз мы нефть не производим, не добываем, то... — В какой-то момент нереально станет выгодно. — Да, знаете, как на границе. У нас тоже в Финляндии, да, Ленинградская область, они же в Финляндии там все время заправляются. — С Польшей была какая-то история, когда у нас почему-то был дешевле, чем у нас. Наш бензин у них был почему-то дешевле, чем у нас. — Машины полные в баке заправляют, причем бочечки, канистречки с собой еще и везут тоже. — В багажный чек. — Ой, причем, ну, да, власти нашей страны, премьер-министр Дмитрий Медведев тоже говорил, ну, у нас же один из самых дешевых бензинов в мире. А, ну чего вы? Ну, посмотрите, посмотрите на Скандинавию, посмотрите на Западную Европу. Посмотрите, там под сотню рублей стоит, да, если пересчать на деревянное. Но, блин, уровень-то жизни, Дмитрий Анатольевич, посмотри, сколько мы на нашу минимальную зарплату можем купить того же бензина, тех же продуктов. — Есть же эти таблицы. — Как мы отличаемся? Есть, конечно, как мы отличаемся в этом отношении от европейских стран. — Да, ладно, добрый день, 211-101, слушаем вас. — Алло. — Алло, добрый день, как вас зовут? — Алло, здравствуйте. — Здрасте, как вас зовут? — Меня зовут Николай. — Да, Николай. — У меня есть предложение, единственное решение, которое может позволить нам избежать того, что наши государства регулируют и нарушают Конституцию. Алло. — Слышим, слышим вас, да. — А подробнее в том, что Конституция у нас провозглашает государство социальным. — Правильно. — Правильно. — В то же время от единственного держателя власти народа изъято его главное богатство — это углероды. — Ни один частный собственник, никто не предложил ничего, чтобы произвести этот углерод, а богатство перетекает от него в руки. То есть о государствении, об обществлении этой отрасли промышленности и революционной сцене, так как сделано в большинстве королевств, которые владеют этими углеродами в большей степени, чем другие, и в социальных государствах Севера Европы. Норвегия, Англия. Почему мы этим путем не идем? — Понятно. То есть надо произвести национализацию, сделать госкомпании. — Нашему главному держателю власти, нашему гаранту Конституции. Голосуют стадом за него каждый год в четвертый раз и в пятый раз пойдут. — Николай, вы сами-то баранку крутите? — Кручу, конечно, 20 лет, а политика остается прежней, как это было раньше, так и сейчас решаются вопросы за счет простого водителя. — 50 рублей за литр потянете? — Да сколько угодно можно потянуть, как не назначен. Кто нас спросит? — Будете. — Автомобиль давно уже средства, как говорится, не роскошь. — У вас автомобиль связан все-таки с работой или только в личных целях? — Конечно, с работой я предприниматель. — Если работает, то никуда не деться и в 50, и в 60. — Колеса нужны, передвигаться надо, зарабатывать. — Так что и другого выхода нет. Другого выхода нет, как стоять на рельсы. Другая форма социалистическая, которую мы когда-то были привержены, она миновала. Сейчас надо придумать все другое в рамках капитализма, но о государствении этой промышленности. — Понятно, спасибо. — Спасибо, Николай Васильевич. — 211-101, сколько в советское время? Одну копейку стоило ли? — Да я вот сейчас не помню. Я же в советское время за рулем не сидел. — Я припоминаю, конец 80-х, да, что-то в этом роде. Бензина было, конечно, навалом. — Ну, есть такой вариант. Некоторые страны идут по этому пути и национализируют производство. — Национализируют? — Да, национализируют, просто создают государственные компании. — Никакого частного капитала? — Ну, я не знаю. Есть страны, которые идут по этому пути, есть которые по-другому. Дело в том, что и там, и там бензин дешевле, чем у нас. Ну, в пересчете, в сравнении с зарплатой. — Мы особенные в этом отношении, да. Не знаю, как сейчас, но в советское время, я помню, у доброй части автовладельцев в гараже стояла 200-литровая бочечка, или она была закопана там в землю. Запас бензина всегда хранился. Ну, не знаю, 200, может, поменьше или побольше литров. С кем мы будем общаться? Что нам показал редактор? Два пальца показала. — А, слушатели у нас. Алло. — Добрый день. — Добрый. Как вас зовут? — Надежда. — Слушаем вас, Надежда. — Четыре холодного не разумеет. Пока наши министры, депутаты будут десятки и сотни раз получать зарплату больше, чем средний житель России, вот этот бардак будет до конца длиться. надолго ли хватит терпения нашего народа? — То есть вы сейчас как раз по бензиновой теме высказываетесь? — Да. — А до коли мы будем терпеть? — Потому что им хоть 50, хоть 100 рублей за литр сделай. Они этого не заметят. Но если полтора миллиона зарплата или 500 тысяч у депутата, они сами себе назначили эти зарплаты. А народ это спокойно наблюдает и позволяет им это делать. Идут на выборы, голосуют, поддерживают. Это правительство и всю эту власть. — Ну, Надежда, вы осознаете, да, что повышение стоимости горючего, оно влечет автоматически повышение услуг, товаров? — Ну, я так понимаю, да, продукты, все будет дороже. Так вот эта награда всем, кто голосовал на выборах, 77% избирателей, награда им за это голосование. И награда тем, кто не ходил на выборы и равнодушно наблюдает за всем вот этим. — Надежда, ясно. — Понятно, Надежда. То есть тоже вариант такой, то есть не снижать цену на бензин, а снизить зарплаты топ-менеджерам, для того, чтобы у них потом не было желания, чтобы они поняли, что такое 50 рублей за литр. — А вот интересно, действительно, Надежда сейчас сподвигла. А чиновник, рядовой чиновник, нет, не рядовой все-таки, наверное, руководитель федерального ведомства, руководитель ведомства в регионе, он вообще задумывается о том, сколько уходит денег на его поездки, на служебном автомобиле? — Ну, я думаю, на служебном автомобиле там все-таки есть. — Сколько стоит его заправить? — Бухгалтерия, которая это все считает. Во-вторых, это все равно за госсредства происходит. — Не, ну там же госконтракт есть, заранее заключенный, там цены отличаются, по-моему, в меньшую сторону от розничных. Они там пофиксированы. — А вот насчет того, что они, да, в частных, когда поездках, то при довольно-таки больших зарплатах на самом деле на это внимание не обратишь, да? Ну, рубль туда, рубль сюда. — Нет, я знаю масса, конечно, людей, которые заправляются и особо-то внимания не обращают на цели. Просто карточку туда засовывают, в терминал. Что-то там снялось. Расколько он там стоит? Не знаю. Может, мы зря к этому придираемся. Может, не надо так серчать-то уж на эту тему высоких цен на бензин. Или надо? Давайте пообщаемся сейчас с Евгением Пименовым, президентом Союза автомобилистов Кировской области. Евгений Васильевич, добрый день. — Добрый день. — Евгений Васильевич, объясните нам, что происходит с ценами бензина? Почему мы так негодуем последние несколько недель? — Я считаю, что любые повышения цен на такие значимые продукты, как моторное топливо, они должны как минимум формироваться за год. И очень серьезно объясняется. Объясняю, почему. Потому что все живут сегодня, нас привызывают к тому, чтобы мы жили и формировали свои бюджеты. Личные, хозяйственные, фирменные, государственные. — Так вообще на три года рекомендуют уже все планировать. — Да. Но вы представляете, что посреди года увеличивают цены на моторное топливо, допустим, бензин, дизель, и нужно просто пересматривать бюджеты. Транспортная составляющая и производственного транспорта, и пассажирского транспорта, она ведь потребует дополнительных средств. — Ну да. — И людей вообще-то, в моем понимании, во многом, значит, во-первых, неожиданность этого процесса раз, а во-вторых, недостаточное объяснение, почему это происходит, потому что анализ показывает, что цены на моторное топливо никак не связаны с ценами на исходное сырье, на нефть. Это даже больше связано, скорее, с выборами, чем с ценами. Но на выборах-то мы ведь не добываем нефть, не перерабатываем ее. — А вы не согласитесь с тем, что у нас народ-то, в общем-то, и в целом, он и не задает этот вопрос, а почему бензин стоит так дорого? Как-то вот там покричали на своей страничке в соцсети, высказали, что происходит, и все. — Потом пошли заправляться и поехали. — Ценник повысился, все заправились, ну да, больше в этот раз отдал, завтра еще больше. — Дело в том, Владимир, дело в том, что мы, как правило, перенимаем все лучшее, что есть в мире, и мы какие-то поднимаем отдельные случаи из жизни наших землян в других странах и говорим, вот видите, мы приводим к ним, да, естественно, если мы возьмемся сегодня стоимость, скажем, бензина, леди и стоплива за рубежом, допустим, в Европе, там значительно выше. Если мы хотим приблизиться к этому, в этом варианте качества жизни, но мы забываем о том, что там и другие пенсии. — Другие зарплаты, другие пенсии. — И зарплаты, и пенсии, и наши соотечественники едут трудиться за рубеж, мы имеем потрясающую мобильность нашего населения в этом плане. Поэтому надо, наверное, в целом смотреть, когда принимаются такие решения, чтобы мы радуемся тому, что у нас две самые высокооплачиваемые профессии — это газовики и нефтяники. И мы, я лично, честно говорю, да, я согласен с этим, но надо поднимать и других, чтобы, когда они работают, другие люди не страдали. — Ваш прогноз, Евгений Васильевич, последний вопрос. В этом году какого уровня мы можем достигнуть? — В нашей стране прогнозы делать — это неблагодарное занятие. — Ну давайте я прогноз сделаю, вот точно, который сбудется на 100%, на 200. Дешевле не станет. — Вот я вот могу точно сказать, что вы абсолютно правы, этот прогноз точно состоится. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. Евгений Пименов, президент Союза автомобилистов Кировской области. Зашел он на сайт, которым периодически пользуюсь, называется benzin-defis-cena.ru. Это стоимость горючего автомобильного в разных странах мира. Да, вот данные на 14 мая. Еще самый дешевый бензин. Куда бы мне это поехать заправиться? Что поближе, что поближе, что поближе. Выдает мне эта табличка Казахстан. — Ну не так и далеко. — Казахстан. Цена средней 95-го, да, 95-го бензина на середину мая 32 рубля 45 копеек. Все, поехал заправляться в Казахстан. Кто со мной? Формируем группу. Отъезд в ближайшую субботу в полдень от Театральной площади. Согласны? Шутка. Ладно. Все, конечно, это не слишком весело. Но завершается на этом наш первый час мужского понедельника. Тревожно. Одна из самых грустных передач последних месяцев. Да, вернемся к вам через 20 минут с юридической темой. Обналичивание денежных средств юридическими лицами. Легальные и нелегальные. Мы не будем к ним призывать, да, естественно, способы. Ответственность за это. Не прощаемся. Продолжение следует.